Уникальность Нима, особенно если принимать его в сочетании с куркумой, в том, что он удаляет из организма любых паразитов. Это способствует равномерному распределению энергии. И как только вы начнете это замечать, то сможете перемещать свои энергии куда захотите. Ним с куркумой способны расщеплять сперматозоиды и превращать их в новый уровень энергии, который называется оджес. Когда оджес окутает каждую клетку вашего тела, вы станете сияющим человеком. В центре йоги Иша день начинается с небольших шариков из Нима и куркумы. Есть много аспектов, связанных с тем, как это влияет на вашу систему. Деревья Нима широко встречаются по всей Индии. Сегодня они выращиваются еще в 10-12 регионах по всему миру, но изначально ним родом с индийского субконтинента. Его листья — одни из самых сложно устроенных на планете. Считается, что они содержат более 150 сложных химических структур. С ним связаны аспекты здоровья, энергии и духовные аспекты. Что касается здоровья, главная ошибка, которую совершила современная медицина — это абсолютизм в отношении здоровья. Вот это здоровье, а это нездоровье. Вам говорят, что ваша кровь должна иметь вот такие и такие химические показатели. И это значит, что вы здоровы. Поверьте, большинство, многие из вас могут попадать под эти параметры и все равно не быть здоровыми. Потому что здоровье — это некоторая реверберация, которая не является абсолютной. Сейчас вы можете быть абсолютно здоровыми, а через 10 минут уже нет. Потому что что-то произойдет в организме. 10 минут, возможно, слишком быстро, но сегодня вечером вы можете заболеть. Это возможно. Это очень даже возможно. Не думайте, что можно дать определение «здоровье — это вот так», или вывести химические параметры «так, так и так, и вы здоровы». Нет. Многое в организме может измениться без вреда для вашего здоровья. И многое может оставаться неизменным, не делая вас здоровыми. Если говорить о том, что ним делает для вашего организма, то более ощутимый пример — то, что можно почувствовать сразу — это очищение пищеварительного тракта. Когда мы говорим «очищение», весь процесс пищеварения происходит в этом регионе, и в нем находится максимальное количество другой жизни. Внутри пищеварительного тракта обитает целый ряд микроорганизмов, многие из которых стали для нас полезными. Благодаря им мы живем и можем переваривать пищу. Благодаря им в организме протекает множество процессов. Но также существует и много вредных для нас микроорганизмов. Уникальность нима, особенно если принимать его в сочетании с куркумой, состоит в том, что вместе они удаляют из организма все то, что не нужно организму, все то, что может навредить ему любых паразитов. Для здоровья очень важно, чтобы толстая кишка оставалась чистой. Если вы придете к любому аюрведическому врачу или Сиддавайде, к врачу восточной медицины, то при любых проблемах со здоровьем первым делом он проведет очищение вашего организма, потому что ему нужно, чтобы ваша толстая кишка была чистой, ради вашего физического и умственного здоровья. Если вы просто станете более осознанными в том, как вы питаетесь, то сможете сильно повлиять на то, что происходит в вашем теле и в вашем уме. Например, чтобы построить какое-либо здание, нужен проект. архитектурный проект. Но также имеет значение качество материалов, работ и эффективность строительства. даже если проект отличный, это не значит, что здание получится отличным. Огромное значение имеет качество материалов и сам процесс строительства. тоже касается и тела. Проект «Тело» идеален. На то, чтобы усовершенствовать этот проект, ушли миллионы лет. Весь эволюционный процесс занял так много времени, чтобы прийти к такому проекту. Но строительство и материалы, которые вы используете, также очень важны. Поэтому то, какую пищу вы принимаете, связано не только с вашей культурой. Культуры могли развиваться в зависимости от того, что необходимо для выживания в определенных местах. В разных частях света культуры развивались в зависимости от доступных ресурсов, жизненных потребностей, состояния экономики, текущих обстоятельств и способов получения средств к существованию. Культуры никогда не идеальны. К сожалению, люди чрезмерно отождествляют себя с культурой и думают, что их культура идеальна. В мире нет идеальной культуры, потому что завтра культурой станет та ерунда, которую вы создаете в этом поколении. Да? И вы думаете, что создаете этот хаос очень осознанно? Нет, он просто происходит. Такую ерунду вы бы не творили сегодня, следующее поколение или подхватит ее, или сделает все наоборот. Но как бы то ни было, культура этого поколения порождает культуру следующего поколения. Поэтому в культурном плане не важно, что вы едите, но очень важно знать, что лучше всего подходит для этой системы, для чего она спроектирована, какое ей нужно топливо. С этой точки зрения очень важно поддерживать определенное равновесие в организме и эффективность пищеварительного процесса. Сколько вам нужно пищи, чтобы поддерживать желаемый уровень активности в своей жизни? Мы говорим об эффективном использовании топлива в автомобилях. Вы видели американские автомобили в 60-70-х годах. После переработки 10 таких автомобилей можно было построить броненосец. Вот как много металла использовали для одного автомобиля. Сегодня их делают более обтекаемыми, и именно поэтому одним из важных аспектов является топливная экономичность. Каким получается расход на километр? Мы говорим об этом с точки зрения экологии, но вы подумайте об этом с точки зрения своего здоровья. Скажем, для получения одной единицы энергии необходимо съесть определенный объем пищи, что означает определенную нагрузку на вашу систему. Если у вас отсутствует подобное восприятие, то утром натощак съешьте немного нимы и куркумы и выпейте немного теплой воды. Тогда у вас появится восприятие, потому что тело начнет реагировать на пищу определенным образом. Оно подскажет вам, когда уже достаточно. Если вы сами этого не понимаете, то каждая клетка подскажет вам. Потому что ним и куркума совместно создают определенный доступ к клеточному уровню. К тому, как распределяется созданная вами энергия. Что ж, меня просили рассказать о двигателе внутреннего сгорания. То, как происходит движение энергии, которое в автомобиле называется трансмиссией, определяет, насколько эффективно работает автомобиль и сколько топлива он потребляет для выработки соответствующей мощности. Мощность двигателя — это одно, а мощность колес — другое. Сегодня лучшие в мире гоночные машины имеют объем двигателя всего 2,7 литра. Это предел, установленный для Формулы 1. Но это самые быстрые машины, потому что потери при передаче мощности от двигателя к колесам минимальны. Существуют пикапы с двигателем мощностью в 700 л.с., но то, что передается на колеса — это другое дело. Так что есть такая вещь, как трансмиссия. То, что вы создаете в желудке, на что это все расходуется и до какой степени — это очень важный аспект, который люди в наше время просто не осознают. Если вы хотите поспособствовать этому процессу, существуют гигические практики, но ним и куркума могут оказать огромную помощь даже в этом случае, потому что они способствуют равномерному движению энергии. И когда это станет для вас очевидным, вы сможете направлять свои энергии куда захотите. Когда я говорю, «Сможете направлять свои энергии». Если я стану объяснять, то люди начнут воображать неизвестно что. Поэтому не буду особо распространяться. Но, например, сейчас я хочу что-то сказать. Если я сознательно сконцентрирую свою энергию в горле, это может происходить у многих певцов естественным образом. Но если вы подойдете к этому осознанно, то заметите, что ваша речь будет иметь совершенно иное воздействие. Если вы посмотрите на что-то и направите свою энергию к глазам, не всю, а большую часть, то обнаружите, что в вашем видении появится сила. У всех есть глаза. Допустим, у кого-то единица. Я имею в виду остроту зрения. Потому что люди могут подумать что-то еще. Ваше зрение может быть стопроцентным, но оно не будет иметь силы. Оно не будет схватывать то же самое, не будет настолько же проницательным. Точно так же существуют разные аспекты. Вы хотите что-то сделать своими руками. Если вы сконцентрируете свои энергии в руках, то ваше прикосновение будет совсем другого уровня. Для того чтобы это произошло, первый и важнейший аспект — движение энергии в системе должно быть беспрепятственным. В этом смысле ним в сочетании с куркумой натощак творят чудеса. Это очень важно для тех, кто практикует какую-то садхану. Для них это очень важно. С этим связаны и другие измерения. И если мы принимаем ним и куркуму натощак, одним из аспектов является то, что внутри вас они способны превращать одно измерение энергии в другое. В йогической культуре это нужно понимать с правильной точки зрения. Врачи говорят, что при чрезмерном употреблении нима разрушаются сперматозоиды, что является хорошим доказательством того, о чем мы говорим уже тысячи лет. Существуют разные виды клеток. Современная наука начинает понимать, насколько сильно они различаются. Клетки вашей кожи, клетки костного мозга, клетки головного мозга, половые клетки — это разные сущности, это почти другая жизнь. Несмотря на то, что они несут одну и ту же информацию, они сильно различаются. И для того, чтобы создать эпителиальную клетку, и для того, чтобы создать сперматозоид или нервную клетку, требуются совершенно разные уровни энергетического участия организма. Многие люди усомнятся в этом, но они придут к этому через 25-50 лет. Говорю вам. Итак, одно из измерений человеческой жизни — это… Я хочу, чтобы вы прониклись этим чудом. Не думайте о его сексуальной составляющей. Всего одна клетка. Вообще-то две. Но с помощью всего одной клетки можно зажечь новую жизнь, которая будет сидеть здесь вот так. Разве это мелочь? Люди настолько заморачены сексом, что не видят этого чуда. Посмотрите, как выросла жизнь всего лишь из одной клетки. Какой она стала? Не так ли? Мы заселили весь мир? С этим нужно что-то делать. Это уже другой вопрос. Итак, ним с куркумой способны расщеплять сперматозоиды и превращать их в новый уровень энергии, который называется «оджес». Когда каждая клетка вашего тела постепенно погружается в «оджес», если вы выполняете «саддану», то движение энергии идет хорошо и равномерно по всему телу. Стоит мне сказать «оджес», то сразу «где он? Покажите». В анализе моей крови нет никакого «оджеса». Верно. Но в анализе вашей крови также нет и жизни. Одна только химия. Никто ни разу не доказал, что вы живы. Вы должны доказать это. Итак, «оджес» окутает каждую клетку. Как только каждая клетка вашего тела погрузится в «оджес», вы станете сияющим человеком. Во всех смыслах этого слова вы будете сияющим человеком внутри и снаружи. Над этим нужно работать каждому, потому что это не просветление. Это создание платформы, на которой все будет идти как следует. Тело и ум — это платформа. Как вы на ней действуете и какой танец вы на ней исполняете — это ваше дело. Но очень важно иметь идеальную платформу, которая не сбросит вас. Вам нужно понять следующее. Тело — это не конечная цель. Это тело — платформа. Этот ум — платформа. Можно сделать ее очень энергичной и стабильной, и быть полными жизнью и уравновешенными. Но люди не понимают этого. Они думают, что полный жизнью значит беснущийся, а уравновешенный значит мертвый. Если платформа позволяет вам быть полными жизнью и уравновешенными, то вы можете танцевать так, как вам хочется. Ним и куркума — очень важные элементы для того, чтобы двигаться в этом направлении. Не то, чтобы без них нельзя было обойтись. Можно. Но когда есть поддержка, почему бы ее не использовать? Так что существует много аспектов с точки зрения физического и психического здоровья. Так что это возможность. Во-первых, используйте то, что вас поддерживает. Во-вторых, пользуйтесь атмосферой, которая пропитает вас определенным видом энергии, чтобы у вашего тела — не тело в целом, а у каждой его клетки — был защитный слой — оджес. Тогда у вас не будет болезней, не будет проблем, а самое главное — вы будете полными жизнью и уравновешенными одновременно.